МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнуржакен. В начале выпуска коротко о главном. Сегодня в Караганде перевернулся пассажирский автобус. Какие районы Карагандинской области до сих пор разгребают последствия паводков? Смотрите в репортаже Николая Кравца. Жители рухнувшего жилого комплекса Бесабас китаются по съемным квартирам. Сегодня в Караганде перевернулся пассажирский автобус. Один человек погиб. В транспорте находилось 17 человек. ДТП произошло утром в Октябрьском районе города. В результате аварии 56-летняя пассажирска от полученных травм скончалась. Шесть человек, среди которых и водитель, были госпитализированы. Трое человек поступили в больницу с сотрясением мозга легкой степени. В этот автобус мы постоянно садились, ездили. И как-то непонятно, что произошло. Мы перевернулись на правый бок. Больше 200 дачников общества «Натуралист» до сих пор не могут подойти к своим приусадебным участкам. Всему виной большая вода, которая пришла во время паводков в Карагандинской области. Помогать людям решили местные власти и спасательные службы. Пенсионерка Лариса Казачищина уже несколько дней не может подойти к собственной даче. Пусть перегородила вода, посадки уничтожили паводки. Отвести беду сами люди не могут. Масштаб очень большой. Сейчас все выжидают, а ждать не нужно. Вы знаете, мы вот эти два насоса купили и качаем даже этим, малым качаем. Пусть оно маленькая помощь, но она все равно помощь. А топливо-то нужно же покупать на них. Вот у нас за сутки, мы дежурим здесь, у нас где-то 3-4 квартала за 10, человек 15, которому уже неизвестно по какому кругу, уже идем дежурим, сутками здесь дежурим. И днем, и ночью. И у нас эти насосы беспрерывно работают. После того, как паводки пришли в натуралист, многие дачники забыли о своих огородах. Люди думают, что возникшую проблему решат без их участия. Но так делать нельзя, считает Лариса Васильевна. Хотела бы сказать еще раз обратиться к дачникам, что нужно сплотиться, нужно оплачивать членские взносы, нужно как-то помогать материально. Никто нам не поможет, если мы сами себе не поможем. Садоводы и огородники дачного общества «Натуралист» до сих пор разгребают последствия паводков. Люди еще не посадили картошку. Они ждут нормальной теплой погоды. После чего начнут высаживать свои растения. Дачникам сегодня помогают сотрудники ЧАЭС и городские компании. Власти Караганды держат ситуацию на постоянном контроле. Горожане надеются, что придет тепло и не будет больше проливных дождей. Каждая служба, коммунистовая служба города, это наши Карагандосу, теплотранзит, наши другие службы, которые ЧАЭС городской, ДАЛЬШАЭС областной, они все время дают насосы. Раз полностью откажали восточную сторону, нашли массивы, осталось западные, где-то 200 дач, еще под водой. Буквально за 2-3 дня откажали эти все воду. Владельцам приусадебных участков никакой компенсации за испорченное имущество выплачиваться не будет, потому что здесь расположены временные строения. Кроме того, как выяснилось, ни один дачный участок не имеет страховки. Николай Кровец, Ислабек Аспанов, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Дольщики рухнувшего жилого комплекса Бесабы в Караганде до сих пор скитаются по съемным квартирам. Инициативная группа собралась у здания городского акимата города, чтобы добиться у чиновников ответа на вопрос, когда будет заселение. Амина Смакова более подробнее. Люди обеспокоены. В 2009 году они внесли стопроцентную оплату за квартиры в жилом комплексе Бесаба. Въехать в этот дом они не смогли. Многоквартирное здание рухнуло 6 апреля 2009 года. Несостоявшиеся жильцы в тот момент не сильно расстроились, так как заплатив за свои будущие жилища, надеялись, что квартиры они все-таки получат. Однако время идет, а заселиться в свои законные метры они до сих пор не могут. Просим, чтобы это все закончилось уже. Уже дети успели вырасти за это время. А мы все без жилья и без жилья. Со слов представителей инициативной группы дольщиков, таких людей 50 человек. Многим из них пришлось влезть в долги, чтобы купить хоть какое-то жилье. Другие же до сих пор проживают в съемных квартирах. Акимат города пинает нас из стороны в сторону. По разным инстанциям мы не можем добиться. Писали президенту Республики Казахстан и в другие органы. Нас признали потерпевшими. Почему нам не выделяют квартиры? Люди так и не дождались чиновников у дверей городского Акимата. Сегодня власти пообещали завтра дать ответы по этому делу. Амина Смакова, Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Продолжение следует... Проблемам соблюдения законности и прав граждан Карагандинской области было посвящено расширенное заседание постоянной комиссии областного Маслихата. Обсуждались меры по усилению профилактики правонарушений и борьбы с преступностью. Депутат областного Маслихата, административный ресурс области, правоохранительные органы и неправительственные организации подводили итоги работы за последние два года. Прошло два года с 13-й сессии Маслихата, где поднимались многие злобновленные вопросы, касающиеся правопорядка, профилактики преступности, вопросов материал технического обеспечения органов правопорядка, законодательных недостатков. Но всегда есть пути нахождения более оптимальных решений по реализации планов борьбы с преступностью. В постоянной комиссии как раз и обсуждались проблемные вопросы. Начиная с 2013 года в областном центре и крупных городах созданы 146 безопасных дворов. Получило развитие государственно-частное партнерство в указанной сфере. К примеру, только в Балхаше за счет спонсорских средств установлено 200 камер видеонаблюдения. В Караганде – 150. Начиная с 2013 года в областном центре и крупных городах полностью принят к реализации планов по созданию безопасных дворов. На сегодняшний день и число составляет 146. Я не буду все цифры озвучивать. Скажу только, что в ходе предпринятых мер установки 248 камер в области, вернее, в Балхаше, 150 камер в областном центре, которые частично выведены в Адуре, в принципе, это позитивный результат налицо. Сегодня предлагается вывести пульт наблюдения с видеокамер во дворах в участковые пункты полиции либо в дежурные части отделов полиции. Остается и ряд проблем. Граждане, оказывающие содействие полиции, на законодательном уровне лишены социальной защиты. На территории Карагандецкой области действует 135 общественных формирований, численностью около 1300 человек. С их участием в прошлом году раскрыто 67 преступлений, но их количества явно не хватает. К примеру, в областном центре таких общественных формирований до настоящего времени не создано вообще. Камнем преткновения остается отсутствие оплаты труда. На сегодняшний день законом предусмотрено только квартальное поощрение в размере 10 МРП. Предложено инициировать решение этого вопроса через программу занятости населения. Не во всех сельских районах созданы отряды помощи полиции САКШИ. В области работают 83 совета общественности, но их работу нельзя признать эффективной, а ведь именно советам отводится особое внимание в деле профилактики правонарушений. Для реализации пяти президентских реформ включено обеспечение прозрачности работы полиции за счет создания системы общественных советов по рассмотрению жалоб граждан на действия полицейских, нарушающих этические нормы. Статус и полномочия советов будут закреплены законодательно. Не хватает участковых пунктов полиции, а их материально-техническое оснащение желает быть лучше. Остро стоит вопрос досуга несовершеннолетних. Большинству из них различные спортивно-развлекательные мероприятия просто не по карману. В области отсутствуют специализированные центры по оказанию социальной помощи лицам, освобожденных из мест лишения свободы. В итоге они оказываются вне внимания полиции и вновь приходят в криминал. Эту проблему не решат открытые в Балхаше и Абае общественным объединением Кредо два частных адаптационных центра. Существуют проблемы и с трудоустройством лиц, освободившихся из мест лишения свободы. В связи с сведением нового уголовного процессуального ухода, сейчас в настоящее время, факты укрытых преступлений не допущены. В целом по области у нас отмечается рост преступности, это не только касается Карганлистов, но и всей республики, согласно принятых правил по приему и регистрации заявлений и сообщения о уголовных правонарушениях. Вместе с тем, криминогенная ситуация в стране, в том числе Карагандинской области, не потерпела осознанных изменений. Считаем, в первую очередь, это связано с дорожно-транспортными происшествиями. По всем поднятым проблемам были приняты рекомендации. Сергей Высокосов, Ужас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Сайт Комитета правовой статистики и специальным учетом придет на помощь предпринимателям. Об этом сообщили на заседании общественного совета по вопросам обеспечения законности при прокуратуре Карагандинской области. Используя этот сайт, бизнесмены смогут получить любую интересующую информацию, в том числе, кто из предпринимателей больше всего допускает нарушения. Кроме того, планируется запустить автоматическое формирование графиков проверок с учетом требований законодательства, то есть будет полностью исключен человеческий фактор. Предприниматели надеются, что это позволит предотвратить незаконные проверки и факты коррупции. К другим новостям. Сегодня в Караганде открылся новый сезон трудовых отрядов Жасыл-Ель. Молодые люди, в основном студенты, будут работать на озеленении парков и скверов, благоустраивать улицы, расчищать дворы от мусора. Специально в наш город приехали участники отрядов со всех районов Караганинской области. В Караганде открылся 11-й сезон для трудовых отрядов Жасыл-Ель. Как отметил претендент нашей страны Нурсултан Назарбаев, данная программа является воплощением патриотизма казахстанской молодежи. За 10 лет в различных акциях по благоустройству и озеленению нашей страны принял участие почти 30 тысяч студентов. Было посажено 300 тысяч деревьев. От мусорных свалок ребята очистили дворы и сельские округа. Зарплата составляет 35 тысяч тенге для молодого человека, который учится в студенте, в вузах или в школе, думаю, хороший заработок. Полдня работают, помогают. И в основном наши ребята будут работать по программе Нурлужо. Первый трудовой день начали со спартакиады. Так сказать, чтобы размяться перед большой работой. Будущий энергетик Назира Хаимханова из города Балхаш, чтобы поддержать друзей. Вместе с ней в команде 15 человек. Каждый будет соревноваться в своем виде спорта. Например, Назира покажет мастерство в настольном теннисе. Мы рады, что мы участвуем в этой спартакиаде. И мы рады тому, что мы будем работать в этом трудоустройстве Жасл-Ель. Конечно же, мы пришли за победой. И мы верим, что мы сегодня выиграем в этой спартакиаде. Отряды Жасл-Ель уже начали свою работу. Но любой желающий может пополнить его ряды. Главное, чтобы у школьника или студента было огромное желание сделать наш город чистым и уютным. Николай Кровец, Исламбек Аспанов, Арман Артаев. Первый, Карагандинский. Центр занятости создал новую программу «Молодежная практика». Она стала дополнительной мерой государственной поддержки выпускников вузов и колледжей. Все подробности в репортаже нашего журналиста. В цели программы «Молодежная практика» получение первоначального опыта работы по профессии. Приобретение практического опыта, знания, умений, навыков и повышение конкурентноспособности на рынке труда. Принять участие можно, если вам от 17 до 29 лет. Заработная плата гарантируется, так обещают создатели программы. «Молодежная практика» позволяет зарабатывать деньги и получать опыт и знания в любой профессии. Главное желание – работа найдется. «Предприятия организации подают нам заявки на участие в программе «Молодежная практика». Мы с ними заключаем договор и согласно договору направляем. Средства на оплату заработной платы идут в центры занятости. Это была последняя информация на сегодня. Всего доброго. Увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова